Это Бангкок. Метро. Аэропорт Саварнабхуми. Здесь в Бангкоке несколько видов метро. Наземное метро, есть скайвей, воздушное метро. Метро. Особенностью Бангкокского метро является то, что жетоны или билеты надо сохранять до выхода, потому что потом будет не пройти через вот такие турникеты. На выходе их нужно опускать, поскольку за разное расстояние оплачивается разная сумма. Здесь есть схема. Нажимаете на нужные станции, между которыми вам нужно проехать, и будет известна сумма, которую необходимо заплатить. Ну а на выходе, конечно, нужно опускать жетон. Если вы заплатили на меньшее количество станций, а вышли позже, то, конечно, это неправильно. Поэтому жетоны необходимо сохранять. Здесь эскалаторы, бывает, выглядят неработающими. На самом деле, когда встанешь на них, они едут. Вот здесь, на входе в метро, в бангкокском аэропорту Суварнабхуми, находятся несколько обменных пунктов. Много лет ездим отдыхать в Таиланд, в город Хуахин, и каждый раз убеждаемся, что самый удобный и выгодный курс обмена находится именно здесь. Просто нужно посмотреть несколько точек. Слева обычно мы меняем. Слева и справа здесь разный курс. Вот рядом справа от меня, и вот слева от меня очередь стоит. Ну, а мы сейчас отправляемся в сам аэропорт. Мы приехали при помощи метро сюда, и вот по этой дорожке или просто пешком пройдем, проходить регистрацию будем. Пройдем сейчас в аэропорт. На этом лифте мы приехали на четвертый этаж для того, чтобы пройти регистрацию и сдать багаж и получить посадочные талоны на борт самолета. А вот когда мы прилетели сюда, в аэропорт Сувар-Напхуми, то нам необходимо было спуститься на первый этаж, чтобы там, на первом этаже, приобрести билеты до города Хуахина. И там же происходила посадка на автобус. Если нужно было нам метро, как раньше мы ездили от Монумент Виктори на мини-басе, то метро находится на нулевом этаже. То есть нужно было спуститься еще ниже, чем продажа билетов на автобусы в Куахин. Ну а мы отправляемся на регистрацию. Буква Х и Джи. Вот в тех секторах будет проходить регистрация багажа и нас на рейс на Москву. Мы отправляемся туда, чтобы сдать багаж и получить посадочные талоны. Мы взвесили наш багаж. Можно на одного человека провозить в одной сумке до 30 килограммов. Свыше 30 нужно дополнительно оплачивать багаж. Аэропорт Сувар-Напхуми в Бангкоке. Началась посадка на наш рейс на Москву из Бангкока. Справа и слева проходит регистрация багажа и выдача посадочных талонов на борт самолета. Мы прошли в Бангкоке, в международном аэропорту Сувар-Напхуми. Все. И регистрацию багажа, получили посадочные талоны, прошли контроль и паспортный контроль. Теперь будем ожидать посадку на наш рейс. Наш выход на посадку Е1. Поэтому мы пойдем прямо по стрелочке. Прямо по этому вот указателю. Продажи цветов и парфюмерии. Кафе Дерево Манго. Ну, не дешевое кафе. Напротив кафе Дерево Манго находится Диан Делючья. Такой вот кондитерский отдел. Бангкокское кафе и бар в аэропорту Сувар-Напхуми. В аэропорту предлагают также свежие фрукты. Вот сладкий тамарин. Дальше в пакетике, похожее на клубнику, темно-красное. Это салок. Дальше ланган. Слева темное фиолетовое. Это мангустин. Далее драконов фрукт или питая яблоки. Зеленый манго. Там вот в сеточке желтые это капая. Желтая манго. И что-то запаковано круглое. А, это гуава. Гуава. Вот 80 бат одна штучка. Цены здесь достаточно не дешевые. Кафе Мир Кофе. Девушки из Катара. Катарский авиалиния Катар. Собирают, видимо, своих пассажиров. У них такие таблички. Вот наш рейс. ТЖ-974. Е-1А. Сейчас мы будем спускаться на эскалаторе вниз. На посадку. Скоро объявят нашу посадку. Ну вот наш рейс на Москву. ТЖ-974. Е-1А. В 10-10 отправление. И нам нужно спуститься вот туда вниз. Субтитры подогнал «Симон»